В эфире программа «Тема дня». Мы продолжаем эту программу. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. И разговор у нас сейчас пойдет об аннексии территорий. Но не подумайте, что этот термин, который обычно применяют только к аннексии Израилем каких-то арабских территорий, в данном случае работает строго наоборот. В окрестностях Афулы земельное управление Израиля объявило тендер на право построить определенное количество жилых домов. И этот тендер, и еще один следующий тендер, который был объявлен за ним, почему-то по непонятной причине, может быть это просто течение обстоятельств, выиграли исключительно граждане арабского сектора. Мы поговорим об этом с вице-мэром Афулы Михаилом Барканом. Здравствуйте, Михаил, вы нас слышите? Добрый день, я вас слышу. Добрый день вам, и добрый день всем слушателям и зрителям вашей замечательной программы. Михаил, поясните, пожалуйста, что это досадное стечение обстоятельств, ну может быть не досадное, может быть действительно так построен конкурс, что выиграли именно граждане арабского сектора, или что-то все-таки, по вашему мнению, здесь не то? Ну, смотрите, конкурс объявили совершенно законно, на совершенно правильных основаниях. Муниципалитет Афулы заинтересован в привлечении новых жителей, все абсолютно понятно, у нас создается новая ветка железной дороги, которая будет связывать Афулу, Скайфо, возможно, далее из Тель-Авива, и мы, естественно, заинтересованы в том, что приезжали новые жители. Земля, которая была выставлена, это земля принадлежащая земельному управлению, на первом конкурсе было выставлено 118 единиц жилья, это где-то 85 участков, и там выиграли и еврейские жители, в основном, в большей своей части, было несколько представителей арабского сектора, все как обычно. Это, кстати, территория в районе городской застройки, в районе Афула-Цейра, это один из районов города. Вот то, что произошло со вторым конкурсом, который был объявлен в июле 2015 года, когда было выставлено на конкурс 27 участков, где должны были быть построены 43 единицы их жилья, здесь произошло что-то абсолютно непонятное. Все 43 единицы жилья были приобретены представителями арабского сектора. Здесь явно что-то пошло не так. Михаил, извините, я вас перебью, а если, ну, на вашей памяти, были ли случаи, когда объявлялись конкурсы на строительство жилья, на приобретение участков по строительству земля, жилья в арабском секторе, например, там, в городе Умель-Фахам, в котором бы участвовали представители еврейского сектора, которые бы побеждали в этом конкурсе и строили там квартиры, дома? Это шутка. Нет, это вопрос. Почему? Мы живем в правовом государстве. Если бы я не задал этот вопрос, то любой человек мог бы сказать, а что здесь такого? Почему вы такие националистические, как бы, посылы направляете общественности? То есть, ну, подумаешь, какое значение имеет, какой национальности граждане выиграли этот конкурс? Это же граждане одной и той же страны. Ну, смотрите, я в данном случае не буду говорить о своих политических взглядах. Я член Ликуда, а взгляды мои значительно правее Ликуда, но не в этом дело. Мы все действительно живем в демократическом правовом государстве. Но я не помню такого случая, чтобы кто-то из жителей, представляющих еврейское население страны, участвовал и приобретал участки, расположенные на территории арабских городов и поселков. А почему? Потому что, будем говорить откровенно, если, скажем, жители арабского сектора покупают квартиры в районах еврейского заселения, у них там нет никакой проблемы жить, никто не создает никаких абсолютно проблем. В тот момент, когда евреи будут приобретать участки, я так думаю, я вам скажу, в данном случае это только свою точку зрения, когда евреи будут приобретать участки в арабском секторе, думаю, им никто не даст возможность спокойно там жить. Никто не создаст там ни еврейскую школу, ни синагогу, и не знаю, сумеют ли они вообще довести строительство до конца. Здесь ситуация совершенно другая. То есть, все не так однозначно. То есть, демократия, это, конечно, замечательно, но есть демократия и есть демократия. Вы понимаете, тут есть ситуация крайне странная с этим конкурсом. 43 единицы жилья, 27 участков приобрели однозначно только жители, представляющие арабский сектор. Причем заплатили цену выше рыночной. Если посмотреть на это с моей точки зрения, то кто-то профинансировал всю эту акцию. Кто, когда, какие организации, может кто-то, кто находится за границей, может в этом участвуют и иностранные государства. Я этого сказать не могу. Я опять не хочу сказать, что Афула это Телевит. И все же думаю, что на этот вопрос должны ответить компетентные органы, возможно полиция, а может быть и некоторые другие организации. Мы в любом случае, как муниципалитет, мы не готовы сидеть сложа руки. Уже есть обращение заместителя мэра Мому Леви о создании специальной комиссии. Мы обратимся во все организации для того, чтобы аннулировать этот конкурс, хотя это очень непросто. А кто является руководителем или заседает в этой комиссии, которая рассматривает результаты, которая устраивает конкурсы, рассматривает результаты этого конкурса? Это комиссия при КОМ, при Министерстве внутренних дел, при земельном управлении. Поясните, пожалуйста. При земельном управлении. При земельном управлении. Я хочу сказать вам, что я знаю досконально все правила подобных вещей. Я в муниципалитете отвечаю за социальные службы и управление абсорбцией. Поэтому это несколько далеко от меня. Но насколько мне сообщили сотрудники муниципалитета, которые ближе знакомы с этой ситуацией, этим занимается земельное управление. А в земельное управление вы не обращались? Мы, естественно, обратимся. Сейчас речь идет о том, что на ближайшем заседании муниципального совета мы приняли решение о создании подобной комиссии, чтобы она была статуторно официально создана. После этого мы привлечем адвокатов для того, чтобы решить этот вопрос. Так как я понимаю настроение всех членов муниципального совета и мэра города ИЦК Камерона, этот вопрос должен быть решен однозначно. Этот конкурс должен быть отменен. То есть есть серьезное подозрение, что в этом конкурсе принимали участие, скажем так, не совсем чистые деньги? Скажем, у меня нет никаких данных. Я не представляю полицию. Но задайте вопрос себе. Все 27 участков, 40 единицы жилья. Все участки приобрели граждане, представляющие арабский сектор. И все по цене, значительно превышающей рыночную. В связи с чем это? Почему это? Как это произошло? Кто передал информацию? Как вообще такое может произойти в демократическом государстве? Но в принципе это еще вопрос к налоговым органам, которые могут и должны проверить источник возникновения этих денег. Это их прямая обязанность. Полностью с вами согласен. Думаю, что здесь все организации и все государственные структуры должны приложить максимум усилий, чтобы понять, откуда корни растут подобного инцидента. Опять, я прекрасно понимаю, что мы живем в Галилее. Как говорят на иврите Дукиюм, для нас исключительно важен. Афула предоставляет услуги огромному количеству жителей арабских городов и поселков, находящихся в нашем регионе. Но странная ситуация, абсолютно не поддающаяся нормальному объяснению. Все участки привыкли только представителями одной этнической группы. И еще раз подчеркиваю, по цене значительно превышающий рыночную стоимость. Понятно. То есть есть серьезные опасения, что имеет место нарушение закона. Большое спасибо, Михаил Баркан, вице-мэр города Афулы. И с вашего позволения мы вернемся к этой теме и попросим вас рассказать нам о результатах ваших обращений во все вот эти уважаемые организации, которые вы сейчас только что упомянули. Упомянули.